Белореченский район привлёк инвестиций в этом году вдвое больше, чем в прошлом. К запуску готовятся несколько крупных производственных проектов. Не отстаёт муниципалитет и по развитию инфраструктуры и социальной сферы. О перспективах и проблемах территории на встрече говорили губернатор Александр Ткачёв и глава Белореченского района Иван Имгрунт. По социально-экономическому развитию район входит в шестёрку лучших муниципальных образований. Это, конечно, ещё раз подтверждает и правильность выбора пути. Хорошая команда, работающая в муниципалитете. И, безусловно, качество административной работы по привлечению инвестиций. Я знаю, что и на Сочинском форуме, и в прошлом году, и в этом году вы собираетесь опять подписывать документы, соглашения, что может являться очень позитивным примером для других муниципалитетов. Как в этом году текущая ситуация? Есть ряд предприятий, которые уже давно работают и этим занимаются. В частности, компания «Еврахим», с которой вы подписывали соглашение. Они выполняют взятые на себя обязательства о инвестировании ежегодно до полутора миллиарда рублей. Что касается проекта, который реализовывается во исполнении соглашения подписанного в Сочи с подприятием «Кубанти», в первом сентябре они завершают сдачу в эксплуатации завода по переработке сельхозпродукции. Он уже практически готов. Они выносят также за черту города подприятие по фасовке чая. Общий объём инвестиций – порядка миллиарда рублей собственных средств. Также активно в районе вкладывают деньги в строительство спортивных объектов. В хуторе и роднике строят плавательный бассейн в Белореченске – дворец спорта. Но пока медленно решается проблема очередей в детские сады. Глава района рассказал, что муниципалитет уже выделил земельные участки под строительство дошкольных учреждений. Ожидаем к октябрю уже проекты с экспертизой. И в следующем году мы планируем по дорожной карте строительство четыре детских садика. В этом году ещё инвестор «Кубанская марка» тоже через месяц готовый проект уже получает и начинает строить за счёт собственных средств. Вопрос на контроле. Если будет понимание, что вы не справитесь самостоятельно, даже при той поддержке, которая есть сегодня из краевого центра, значит, вовремя надо бить тревогу, мы туда будем изыскывать новые возможности. Но к 2016 году мы должны закрыть. Я знаю, что у вас одна из самых больших очередей. Но это не освобождает вас от ответственности в прямом смысле. И надо будет приложить все усилия, чтобы применить все ресурсы и закрыть эту проблему. Говорили на встрече и о строительстве многофункциональных центров. Один уже работает в муниципалитете, но этого явно недостаточно, отметил Александр Ткачёв. Губернатор предложил продолжить программу и для удобства жителей открыть ещё несколько МФЦ на территории Белореченского района. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.